Тем временем все силы республики к предстоящему паводку готовы. Сформирован сводный отряд спасателей. Даже запланированы 8 человек для проведения взрывных работ на реках в случае необходимости. Есть согласованность с Северным флотом для ликвидации заторов. Северные реки еще подо льдом, а южные открылись раньше на 7 дней. В этом году большой воды не ожидается, но тем не менее 92 населенных пункта могут быть подтоплены. Подготовлено 62 пункта временного размещения. На 11 переправах будут организованы спасательные пункты. Эту тему обсудили на заседании правительства Коми. Отдельно остановились на речных перевозках. В Коми 9 муниципальных водных маршрутов. Протяженность более 1000 километров. Учитывая, что перевозки выполняются в основном труднодоступные населенные пункты с низкой численностью населения, предсообразно рассматривать возможность их частичного выполнения на маломерных судах, что приведет к экономии средств из публиканского бюджета в части затрат на дорогостоящие вертолетные перевозки. Пионером в этом, как озвучили на заседании правительства, является Вуктыл. В 21 году в рамках социального партнерства униципалитет закупил аэровоздушные судна «Нерпа». Его эксплуатация вдвое снизила расходы на перевозку пассажиров. Также на заседании озвучили, что в этом году завершатся дноуглубительные работы на реке Большая Визинга в Сысельском районе. Только за 2023 год было поднято 34 тысячи тонн донного грунта. Ежегодно в Паводок 65 близлежащих домов уходили под воду. Ущерб превышал 300 миллионов рублей. После зачистки дноуглубительных работ эти проблемы останутся в прошлом.